Но небо с нами, Андрей Петрович. И вот оно, небо к нам пришло сегодня в виде замечательного нашего друга из Монголии. Но это мы потом отдельную передачу сделаем. Я хочу, чтобы вы познакомились. Вас не было когда у нас с Ардаганчиками была первый раз. Поэтому познакомьтесь, пожалуйста. Это вот представители настоящей орды. И вас голос услышим. И небо нам посылает такие подарки. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Иртенов Чемек. Это Михаил Ильич Лермонтов. Потомок самого великого русского поэта. Вот Михаил Ильич Лермонтов. Очень приятно. Здравствуйте. А я Андрей. Последний. Последний. Очень приятно. Это одежда матери Чингисхана. Это ульники. Сейчас мы скажем, но это важно. Вот. Это одна колесница, вторая, третий, четвертый и пятый, шестой. Это как одежда водолей. То, что вы поняли, об этом книге сообщите. Чтобы кто-нибудь народ хотел бы понял. Мы сейчас хотим через библиотеку имени Ленина, хотим государству передать. Помогите нам туда, директорам тоже общаться. Сейчас тут скажешь. Сейчас тут скажешь. Дорогие слушатели Школы здравого смысла, сегодня у нас вторая встреча с монгольским ученым, общественным деятелем, человеком, знатоком древней монгольской культуры, госпожой Эрдемен Ченек Иш. Первая передача вызвала очень много вопросов, и мы сегодня хотели, вот я подготовился, даже вопросы ваши выписал, то есть Светлана, Лариса и там и прочие товарищи, которые слушатели написали. Я вопросы товарища готов передать, но сегодня Эрдем Ченек, она пришла с таким предложением, она говорит, давайте лучше. На вопросы я не буду отвлекать, времени не очень много, время поджимает, нас ждут большие дела. И я вам сегодня расскажу то, что я считаю нужно, тем более, что вчера закончился какой-то очень тяжелый период, период снежных бурь, нехороших дней, сегодня день немножко по-другому. И вот, когда мы встретились с Эрдем Ченек, с чего она начала, она говорит, вот я сегодня к вам пришла в одежде матери Чингисхана, правильно я говорю? То есть это вот наряд матери Чингисхана. Сможете объяснить нам, что здесь у вас? Вы говорили, там колесница где-то у вас тут. Ну, одежда у Леника, она имеет в виду с собой шесть колеса времени себе в этом одежде изображает. И в шестых этапах истории Великой Монголии ее дочкой Синявя проводили дело Бодолея. Ира Бодолея начинается каждый первый год, это 13-60-летие, а сейчас как раз мы заканчиваем 12-60-летие на Восточном Монголии, где сейчас уже это была летняя зима, там снега было очень много, холода была как летний период. А это сейчас, как вчерашний день, и змей заканчивается. Тогда восточный, вот история заканчивается в 12-м последнем доме, рыб, и в день, месяц, год, час и змей. А у нас все начинается в день кон, любых цвет из пятих, и всегда тут одновременно начинается шесть премьер-колесница и шесть этап Ира Бодолея. Сегодня день коня. Да, ага. Кто может это выловить, тот народ может пить пресную воду, это разумнее станет, а кто не может выловить это время, тогда у них начнет народ дурить, типа такой состоянии. А сегодня я всем хочу сказать, чтобы на одну большую точку ставить, на одну вопрос, где родился Чингисхан, где родила Чингисхан. Сперва я хочу объяснить вам, что такое золотая арта. Золотая арта – это, как обычно, бойлочная юрта, любой, у всех кочевиков, как все читают, но у него есть очаг, который присоединен с ядром земной горы. Поэтому, где только переходит эта арта Хана, там будет присоединяться, вертикальное присоединение с ядром земной горы будет. Вот это только есть большое преимущество, и это только может быть связано при астрономическом развитии земной горы. Поэтому юрта Хана, который вертикально будет солнцем и ядром земли, присоединяет через очаг золотой арты. Поэтому золотая арта, это имя называется, как юрта Хана, его дворец называет. А улос золотой арты – это его народ с землей называет. Здесь есть большая разница. Поэтому Чингисхан родился там, где до сих пор активно продолжает астрономическое развитие земной горы. Теперь, вот я указываю, где находится родина Чингисхана. Она находится над котлованой больших озерок. То есть, эта земля старше, чем четверточного периода. Под ножей у него находится земля четверточного периода, которой правил внук Патехан. А мы будем строить в Золотой Артынске три столетия. Вот эта гора, масса гора, которую, как макета, оставили на Красной площади, храм Покровский, Иван Грозный. Точно такой же масса гора, вокруг которой 400 километров расстояние имеет. И мы будем строить три города – Золотая, Белая, Серебряная и Иллирийская. Иллирийская арта – это как древнегреческая арта, которой люди волны, не должны подвергаться рабству. Они имеют право быть свободными. При Великой Монголии Тимужин Чингисхан и его потомки правили, запредили эти земли. Запредили родину отца, Угудахан, Зучбат Цагата. А вот земля, которая находилась, в секрете держали. Вот эту землю охраняет сейчас 38 тысяч человек из одного нации, дурбутцы или люди из четверточного периода. Прямо так называется. И одни нации вокруг этой земли кочуют, живут, охраняют. Ни одной другой нации туда не зашло. До того, пока в 17 веке Галтанхан, Дизунгаринский хан Галтанхан туда пустил крестьянных рабов, чтобы кормить своих солдат. Так, конечно, это чужие только они живут у них там. Поэтому я даю науке географические открытия, где родина Чингисхана. Его все данные в научном уровне я объясняю. В этом земле, где родилась Чингисхан, там есть земля, очаг, астрономическое развитие земной кори. И еще там появилась жизнь на земле. И еще тут же появилась жизнь одноклассного живого существа. Только за предель этой земли появилась жизнь многоклассного существа. А вот золотая арта, родина Чингисхана, выглядит вот таком образе. У него есюкопатерская земля и 12 золотой арты, малая земля вокруг него стоит. Но порой этой земли, секрет истории Монголии, указано в 252 разделе горной арты. Горный орден. В 1916 году, когда до берег Тихого океана ездили боевать, как возвращение было назначено встречи организовать здесь. Все собрались из-за бассейна Тихого океана здесь, а потом отсюда и все ушли на запад. Поэтому эта земля очень хорошо. Хорошо, секреты держали, а когда хорошо спрятаешь, потом трудно его объявить. Очень трудно, сейчас потанец за ним идет. А астрономический календарь потомков Чингисхана идет только в таком положении. Четырехсторонний солнцестояние и должен быть там, это красный лунный день должен совпасть. В этом году, 22 марта, был красный лунный день. И тут начались мы, Батаханский, Золотоартынский период. Это эра золотой водолей. После этого уже в Монголии на востоке начались снежные бури, снеги, холода и всякого. А то, что сейчас ориентирует, чтобы в восточной Монголии, где Чингисхана родился, вот это место, это полкруг, который относится к древнему культуре, древнего Рима, и ремианских культур, да, туда относится. Вот здесь как раз есть земля, которая указывает, тут заканчивается земля Тельца, который будет заканчиваться 15 марта, где Юлий Цезарь умер, день указывает, и еще когда упала вот империя Юан. А то, что они читают, как монгольцы, чтобы это как очень крупный, это лунный единственный, прямо тот находится, и люди, когда вокруг него ходят, думают, что он круглый, а когда мы снимок сделали из вертолета, она оказалась в таком виде, их очень много, даже в этой записи есть. А у нас в Монголии читают люди, когда вот Ово называют, они круглые, а здесь это полкруг, круглые должны быть, и луну называют все. Если это 16 числа, это красные луны, 15 числа белые луны, поэтому вот это Ово обращается в восточный народ по лунному календару, а это древнеримский календар, как заканчивается древнеримский календар на земле Тельца. Поэтому Ханкенте гора относится к земле Тельца, а на западную сторону у него есть озеро Тельца Кыргыз-Нур, есть озеро Тайгы-Нур, они все это озеро Тельца. Поэтому мы должны уже объяснить, оправдание сделать, чтобы не путаться в дальнейшем, где находится родина Чингисхана. Мы будем открыть эту землю, там будем строить три столицы, Золотой Орды, Белой Орды и Иллийской Орды. Там стройка будет участвовать, особенно Греция, это древнегреческая земля, Нагайцы, это древнегреческая земля, самая древняя земля там, которые зимой попадают, зимой они как черную землю проводят. Поэтому это Хар-Орда, Иллийская Орда, это все оттуда вышло. Вот эта земля, где родилась Тимужин Чингисхан, там на востоке будет зимой 58 градусов холода, а 90 километров пройдешь, на западную сторону будет 15 градусов. Разница вот у них будет и всегда от 40 до 30 градусов. Вот такая разница между ними, на востоке очень холодно, там это железный занавеск, говорят, и еще там третий полюс оледенении земли. Из давних времен так читалось. Я хотел бы сказать, что в подробном виде всю эту информацию можно вот из такого книги почерпнуть. Да, это же ваша книга, да? Да. Это вот книга, которая написана Родина Чемек, но эта книга имеет определенный сакральный смысл. Она написана на монгольском языке, на современном монгольском языке она написана? Она написана на современном монголе, но я эту книгу перевела на русском языке, и их пять томов вышло на русском языке. Еще мои книги на пути редактора идут. Вот эта книга, один из них, из пяти законов Великой Монголии, которых хановы всех монголий провели. Это пятый закон. Это второй закон. Первый закон, это вообще неизвестный всем, но в 17 веке его чуть-чуть и знали в России. Это при Галтахане знали. Это их ца-сакхоль, которая знает без Евразии, полностью знает, но она будет изменять свою статью в зависимости от земли и народа. Какова земля, такова народ, такова статья для них будет. Поэтому мы сейчас первый раз, как золото-ордынская история прошла, на территорию России у нас выходят пять томов, а еще четыре тома у нас есть для арабских стран. Это самое важное, вот на юг и на север. Вот по этой книге правили золотая арта в свое время. И спор у русских князев решили по этим книгам без никаких препятствий. Если они не могут подчиняться по этой книге, тогда уже войска отправили, решили там другим. То есть это второй закон, по которому жили, в том числе и в средневековой Руси. Да. То есть князья между собой, когда спорили, они основывались вот на этом сборнике законов. Да, да, да. Поэтому эта книга очень большая преимущество могут от русских народов в минешнее время, чтобы российские войска, российские самолеты могут решить все спорные вопросы над Сирией, имеют это право, потому что на территории Сирии над Голландом есть такой артынский камень, сооружение есть. Они читают, это уже очень древний, это наша монгольская земля, если так можно сказать. До них там жили, если достались. И российским войскам, российским бизнесам, политикам очень большое преимущество могут давать. По этим книгам мы можем дать сейчас на территории России пресную воду. Для этого нужны будут возвраты отправить войска НАТО, нужны будут уровни морских вод на территории России, надо снизить. Это все здесь написано? Да, да, как все это, где именно? Это географические все координаты здесь указываются. И самое главное, вот по этой книге, по всем другим документам у нас вот бизнес научно, любая религия, это не было то, что они сейчас думают, а любая религия была как древняя география, чтобы там люди грехов мало делали, землю поменьше испортили, об этом пишут. А так люди думают, что это как будто пустое, или про религию очень плохо соображают люди. Поэтому сейчас данный момент, в мировом уровне, три религии сразу падают, сейчас больше не будет никаких официальных дел, они не имеют права, ромский пап, это тибетский далалам и вот арабских шахов. Потому что сейчас заканчивается эра рыб, и с этим они все заканчиваются. В эре водолей будут люди сами знать, как должны жить, где живет, какой земля и какой народ, какое правительство должно быть, как надо пить пресни воду, как надо и здорово смыслить. Об этом только надо думать. Поэтому все вот храмы будут, как школа, учения там будут, а больше не будут покляняться там кому-то ламу или шаху. Это уже дело заканчивается. Поэтому сейчас эра рыб должны надо официальный конец сделать, чтобы по всему миру и знали, что эра рыб заканчивается. Если ее стараться продажать, тогда уже диорский круг будут проходить, смертельные колеса будут начать это крутиться, и всем будет очень опасно, потому что сейчас мировую это климату уже переизделал на ту природу и климату, который был 66 миллионов назад. Поэтому сейчас мы по всему миру под климатом регулируем и еще по уровню пресной воды и морской воды регулируем. Мы это кто регулируем? Это вот представители такие, как вы, то есть вы в состоянии отрегулировать воду, открыть ее там? Это тот, кто живет на земле, где родились Чингисхан, где появилась жизнь на земле, оттуда все это регулируется. Поэтому все люди должны обращаться на это. Всем надо отказаться пить морскую воду, всем надо стараться пить пресную воду. Для этого что-то нужно делать, это просто не может пройти. Это социальное дело, политическое, экономическое и природное такое зависимость. Все это надо переделать, переходить, чтобы люди стали перешагнуть. А вы к руководителям обращались, государств, допустим, написали письмо Путины и сказали Владимир Владимирович, ситуация тяжелая. Если мы в ближайшее время не откроем источники чистой воды, то Россия может не выстоять. Об этом мы уже письменном видели, даже я уроками писала в 15-м году. Уже где из гражданин получают заявление, мы туда отдали. Даже я там писала, чтобы Россия могут потерять, точно так же, как Монголия, государственные две гербы потеряют, потому что если политику и философию это ведет, тогда эту гербу невозможно пользоваться Россией, потому что это осталось от Ивана Грозного. Да, а вы также просто объяснили, что Украина может быть налажен мир, если украинцы начнут пить хорошую воду, а хорошую воду можете открыть вы, то есть украинцы должны пить хорошую воду, а не эту воду, которую им принесли из стран НАТО, полную морской воды, да? Потому что НАТО это что, они пришли с запада, они притащили морскую воду, а когда человек пьет морскую воду, то он теряет рассудок, правильно? Не только рассудок, и здоровье теряет, и излокачественного опухла заболевает, об этом мы знали в XIX веке, Исюкава отручил керецких народов, еще есть положение такое, чтобы люди дурной станутся, когда пьют морской воды, еще могут генетические люди испортиться, ага, поэтому ИКИАСА закон идет против морской воды, почему ИКИАСА закон, если морской воды человек там 2-3-4 поколем пьет, у них уже кости, генетический связь потеряется, и кости станет хрупким, как вид, но генетически у него это порвется, он уже начинает как ИКИ, на эту сторону, как не отцовская линия у него пойдет, а преимущественно будет, как это линии матери пойдет, поэтому ИКИАСА это, отцовскую оценить, это значит, как кость самый главный день сохраняет, чтобы это защитить, для этого было учение, ага, а сейчас вот в Монголии, допустим, ИКИАСА, восточной Монголии, вообще не знает, против него идет, очень сложно, вот против все это дело пойдет, неправильно ориентируется родина Чингасхана, и все идет, все перевернуто. Вот, что хочет сделать средний ЧМЭК, это предварительном разговоре, мы с ней обсуждали, но первое, она хочет собрать большую пресс-конференцию в Москве, собрать большую пресс-конференцию и заявить открыто о том, что можно сделать, а можно открыть источники чистой воды, и это надо обязательно, нам говорит, сделать, и это надо сделать в ближайшее будущее, это первое. Второе, что хочет сделать родина ЧМЭК, вот эта вот книга, которую мы вам показывали, она, в принципе, как мне объяснила родина ЧМЭК, она переведена на русский язык, переводила она сама, но понятное дело, что она обнаруживается в редакции и в издании, вот ее, эту книгу нужно отредактировать, если есть кому-то это интересно, значит, и как-то хотя бы издать там в двух, в трех экземплярах хотя бы, чтобы один экземпляр передать руководителю российского государства, второй экземпляр передать новоизбранному президенту Украины, мы поздравляем президенту Украину, но официально никто не поздравлял, поэтому я думаю, что школа здравосмысла поздравит украинского президента, ничего в этом плохого нет, официально поздравления не было, поэтому будет поздравлять школу здравосмысла, вот, мы желаем всяческих успехов, надеемся, что нормализуются отношения, Но вот Родина Чемек говорит, что нормализуются все отношения, если вот эту книгу дают руководителям, потому что по этой книге, по этим законам, ну, средневековые, там, в древние времена строились взаимоотношения, и эти взаимоотношения отличались от определенной гармонией, поскольку здесь главные принципы справедливости, да, изложено, правильно? Да, да, настоящие справедливости могут пойти к книге. Это второе, что хочет Родина Чемек. При этом она говорит, что если мы в ближайшее время этого не сделаем, то нас ждут большие катаклизмы, оледенение, голод, холод. А если это сделают, то не будет никакого оледенения, не будет голода, не будет холода. Войска НАТО от нашей границы уйдут, везде откроются источники чистой воды, и будет на всем благодать. И мы будем жить в эпоху Водолея счастливо и дружно, правильно? Да, да. В общем, Родина Чемек проводит большую работу, она много проездила и на поезде, и на машине, и на автобусе. Бывало, фактически, от наших северных пределов, от Балтийских республик до юга даже, правильно я говорю? Да. До Астрахани доехала, и поперек все пересекла, и Монголию хорошо знает, и Китай знает. Кстати, что с Китаем-то нам делать? С Китаем надо дружить, да, или что? Или воевать, что надо делать с Китаем? Я не знаю, вот Андрей Петрович ему говорит, надо обустать дракона. Я себе это сложно представляю, как это можно уздечку на дракона накинуть. Что надо сделать с Китаем? Дружить надо? Ну, конечно, дружить надо, но сейчас по всему миру удивляется, как Китай развивает, как Китай мощный. Но Китай сейчас с чашкой бегает поиск воды, пресной воды. Китай сейчас уже начинает большой голод, холод. В этом году был снег полностью на территории Восточной Монголии. Эти снеги могут быть в следующем году в Китае. Китай, если один год не могут получить урожай, у них уже начинается голод, холод. Из давних времен у них даже их цархан стал никем. Все народы убежат туда, где есть вода или где есть, кушат. Это такой способный народ. Мы не желаем плохого китайского народа, мы желаем благодейства китайскому народу, чтобы у них всегда было что-то плохое, чтобы у них были урожаи. Восточный Монголии говорит, что может быть. В настоящее время в таком состоянии. Поэтому и все из севера идет на юг. Поэтому мы сейчас по российской территории заканчиваем 57-й долгодой пресноводной снабжения. Если Россия сейчас в международном уровне, Россия должна заявить, что российская правительство имеет вот этот закон, мы имеем под этим законом внутренние и внешние комплекты, мы можем решать. Тогда уже с Россией, против России никто не может пойти. Этот закон сам себе такого позволяет. И с этим законом Россия может на международном уровне без ни одного поля отправить войска НАТО и устранить всю эту внутреннюю войну или внешнюю неприятность по Украине, по Балтийским районам и до Сирии. Это уже было дело Беркасараханской потомки. Поэтому все это дело передается на правительство России. А Россия имеет право получить и имеет право это заявить на международном уровне, что у нас есть регулирующий закон на весь регион. По этим законам будем соблюдать, работать и решить все спором. А я что хочу сказать. Российский народ, российская земля сам по себе очень преимущественно. Через российскую землю проходит большой поток пресной воды. до Германии, Голландии, Польши и весь Восточной Европе и скандинавских странах. Поэтому Россия имеет большие преимущества на своей территории и за границу. Поэтому против России не должны быть санкции. Если против России санкции ставят, значит страна через Россию не хочет пресную воду получить. Поэтому эта книга дает возможность, чтобы убрали на международном уровне эти все санкции против России и Крымского полуострова. Официально обращаемся. Мы чувствуем, что нас плохо услышат правители всех этих стран. Западная Европа и вообще Запада коллективно, который объявил нам санкции. И пытаются, значит, угонопупить как-то наше благословие на Отечество. Если вы к нами будете плохо относиться, вы сами себя лишите пресной воды. А если вы себе лишите пресной воды, то у вас будет постоянный источник только морской воды. А будете пить морскую воду, у вас съедет окончательно крыша, и вам будет все нехорошо. И счастье и благодать от вас уйдет. Поэтому внимите голос у истории и прекращайте там хулиганить. Не дразните русского медведя вашим волостовым и дитбоком. Ну, как говорил один поэт. А он ссылался вот на такие замечательные источники. Да, пожалуйста. И я хочу обращаться к русским народам, к российским народам. Это для вас пришла эта книга. Вашу честь будет защитить, вашу победу будет гарантировать. И еще вам дадут гарантии жить долго и дружно этот закон. Принимите все на всех уровнях, сообщите все каждый гражданин своему правительству, что вы приняли, объявите на международном уровне. Тогда Россия будет уже как евроазиатская мощная страна. А если вы сейчас по 57-й долгатой не можете получить пресную воду, тогда Россия больше не может походить в Евразию. Потому что Евразия будет дальше, политику будет вести по 47-й долгатой. Поэтому это очень важный момент. Я как конный день обращаю русским народом. Русский народ защитил в свое время золотую орденскую землю от фашистов. Мы очень благодарны за это. Мы монгольский народ, особенно Западной Монголии, очень обрадуемся. Поэтому сейчас в дальнейшем будем продолжать дело наших общих предков. Спасибо вам большое, дорогие слушатели Школы Здравого Смысла. Слушайте нас, подписывайтесь на наш канал и помогайте Школе Здравого Смысла. Спасибо вам большое. Всего доброго. Спасибо.